Третий месяц промышленности Чувашии в падении, но небольшом. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Республики Владимир Аврелькин. Важнейший индекс, индекс промышленного производства сейчас показывает 108,7%. Прогнозная цифра до конца года до 109%. Экономика Чувашии завязана на электротехнике и транспортных средствах. Эти виды экономической деятельности дают основную долю доходов в структуре валового оригинального продукта и промышленности. Поэтому интересно посмотреть, какая там складывается ситуация. Нападения повлияли шаги стратегических партнеров, энергетиков МРСК и ФСК, федеральной сетевой компании, а также Росгидро, Роснефть и Газпрома. В преддверии кризиса, идущего из Европы, они заморозили свои инвестиционные программы. Вместе с тем сказалось также объединение холдинга МРСК и ФСК, на время которого также пришлось позабыть об инвестиционных проектах. Роснефть, в свою очередь, направила средства на покупку нефтеперерабатывающей компании British Petroleum. Таким образом, медленнее стал реализовывать инвестпланы. Что касается транспортных средств, то на положение дела здесь существенно влияет промтрактор-вагон. Вплоть до сентября предприятие развивалось гигантскими темпами, наращивало объемы. Они вдвое-втрое превысили прошлогодний результат. А вот с сентября-октября промтрактор-вагон притормозил. Эксперты связывают снижение с возможной программой утилизации вагонов. Подобное было по автомобилям и комбайнам. Грузооператоры, перевозчики грузов сейчас в ожидании и не спешат с покупкой вагонов. А политика сводится к тому, чтобы увеличивать эксплуатацию подвижного состава. Вместе с тем, на 2013 год у республики сформирован портфель заказов. Вплоть до весны предприятия будут полностью загружены, полагают Минеки. Относительно влияния кризиса на ситуацию прогнозы следующие. Кризисное явление в той степени, которое ощущается в Европе. То есть там, если 30% населения уже являются безработными, то у нас здесь не прогнозируется пока в ближайшее время. Почему? Потому что организация республики, 2008 год, организация республики научила, как выживать, что необходимо сделать. В первую очередь, для того, чтобы не высвободиться, сохранить свои объемы. Поэтому наработан этот опыт, он помогает им сегодня.